Высоких цен на ГСМ, удобрения, в наше непростое время получать стабильный высокий урожай и помочь сорту раскрыть его высокий потенциал. Что греха таить, по горохам, к сожалению, наша современная отечественная селекция сильно уступает зарубежным сортам. Многие хозяйства применяют целиком полностью интенсивные сорта зарубежной селекции, в частности, того же самого Германского семенного альянса, с семенами которого пока проблем нет. Мы, являясь представителями, выращиваем горох саламанка и на фоне этого интенсивного сорта я хотел бы заострить некоторые технологические моменты, аспекты и поделиться с вами, с аудиторией тем, на что считаю обязательно обращать внимание, потому что иначе сорт просто-напросто не раскрывает и своих преимуществ не показывает. Это касается не только этого сорта, но и всех современных интенсивных сортов, у которых более высокий потенциал урожайности. Хочу вкратце пройтись по биологии гороха. Много ничего нового в этом не скажу. Хочу сказать, что горох растение длинного дня. Нужно обязательно стараться сеять при прогревании почвы на температуру 2-5 градусов тепла. Горох начинает прорастать. Потребляет большое количество влаги при всходах, при набухании около 120% от своей массы. Поэтому нужно, чтобы верхний слой был влагобеспечен. Посел обычно осуществляется на глубину 4-5 сантиметров. В наших условиях, в наших трепокасских мощных глинистых черноземах, это оптимальная глубина заделки. По предшественникам гороха он нетребователен, высевается и получать высокий урожай можно и по подсолнечнику, и по кукурузе. Ну и, конечно, по свекле и по озимой пшенице, которые являются лучшими предшественниками для гороха. По агротехнике тоже рассказать ничего не буду. Тут, как бы, многие даже могут поделиться, присутствующие в этом зале. И я думаю, что тут нет никаких секретов. Технологии у всех отработаны. По средствам химической защиты растений, борьбы с сорняками, из почвенных гербицидов хотел бы выделить прометрин, старый, известный всем как первоначальный гезогард. Этому препарату, наверное, лет 30 на рынке он. И Акланифен фирмы, по-моему, Bayer. То есть, довольно-таки неплохо они работают и позволяют гороху быть чистым. Из гербицидов по работе по вегетации, всем нам известны МЦПА, имазамокс, имазапир, и противозлаковые гербициды, такие как Литодим, или же группа Галаксифлоп и Эрметилов. Из всех гербицидов хотел бы выделить самый безопасный, это группа Бентазона. Район 2,5-3 литров, прекрасно работает. Очень неплохие есть весовые препараты, такие как Бентазон с имазамоксом, по-моему, торговая марка Корум называется. Хотел сказать, что первоначальная стадия развития гороха от сходов до примерно 4-5 листьев, это примерно до 20 дней, она как бы нуждается в азоте. И современные интенсивные сорта, они отзываются на внесение азота, порядка 20-30 килограмм азота по ДВ. Азот дает существенный рост урожайности, потому что такая как бы так яма появляется, вроде бы как в зерновке, который был азот материнский, он уже израсходован, а вот азотфиксаторы, клубеньковые бактерии, еще работать в полную мощь не начали. Хотел подчеркнуть из агротехники, что сам горох способен усваивать и фиксировать порядка 100-120 килограмм азота на свой урожай, а вот примерно 40-50 килограмм азота он должен получить из почвы, это на урожай примерно 35-40 центров. Вообще азота уходит 5 килограмм азота на центр продукции, то есть вот как бы я думаю, что даже вот рекомендации такие, что азот вносить не надо, до 60 центров горох справляется сам, азотфиксирующие клубеньковые бактерии достаточно, но в этом правда есть, но вот старт обязательно горох нужно поддержать. По фосфору балансовый метод у нас позволяет прогнозировать и вносить, исходя из обеспеченности фосфором ваших почв, лучше всего, конечно, давать фосфор под зяблевую спашку, горох отзывчивый на рыхлый верхний слой, 25-30 сантиметров, как бы очень хорошо развивается, поля чистые получаются, фосфора примерно, в зависимости от обеспеченности, ну на 30-35 центров нужно где-то давать 25-40 килограмм фосфора по ДВ. Если вы хотите получать урожай выше 40-45, то нужно давать до 50-60 килограмм фосфора в действуемом веществе. Из микроэлементов по фосфору, ой, по гороху хотел бы сказать, что он отзывчив на молиблионокислый аммоний, очень отзывчивый набор, цветение на серу, серу входит в состав белка, и магний. Магний, вот как бы такой основной тоже микроэлемент, который является ограничивающим фактором урожайности гороха. Из контроля, значит, болезней по гороху, хочу сказать, что вот тут я для себя выписал, набросал пороговые ограничения урожайности, которые мы можем недополучить, если мы не будем ежедневно, раз в два, в три дня, мониторить всходы гороха, и какой-то, значит, или вредитель, или болезнь на нашем, значит, участке в возделываемом производственном большом посеве проскочит, и мы можем, как бы, потерять большой процент урожая. Хотел бы отметить, что всем известный аскохитоз, эти пятнистости, бледные, темные, могут, значит, во влажный, в сырой год, в теплый, уничтожить до 50% урожая. Обработка аскохитоза по вегетации, протравление само собой, это, значит, фазу двух-трех листьев препаратами группы карбендозимов, то есть хорошо позволяет бороться с этим, значит, заболеванием. Антракноз, он похож на аскохитоз, поэтому, как бы, тут работается одновременно по двум болезням. Большое хозяйственное значение в нашем регионе имеет ржавчина, которая начинает, значит, на растениях проявляться уже фазу бутонизации, цветения, и выходит на пик уже сюда, в конце, наверное, цветения уже больные посевы, прям видны бурыми большими пятнами, то есть надо не только мониторить, и даже, быть может, уже на мощных, на хороших посевах превентивно работать в фазу бутонизации именно по ржавчине и по мучнице росе, так как просто неисполнение этого, значит, технологического момента, не применение фунгицидов может нам позволить не добрать до 25-30% урожая. Ну, а если, как бы, эпифитофильное развитие, то и 50% урожая мы можем из этого и не получить. Хотел отметить, значит, по норме высева современные интенсивные сорта рекомендованы нормой высева от 800 тысяч до миллиона. Те хозяйства, которые практикуют, значит, вот ранневесеннее оборонование по всходам, там нужно норму высева увеличить на 10-15%, то есть до миллиона 200, максимум схожих семян на гектар нужно высевать. Низкие нормы высева не позволяют получать высокий урожай гороха. Это не пшеница, вот так, не кустица, и сниженные нормы высева стабильно высокого урожая нам получить не позволят. Хотел отметить, значит, вредители гороха, которых мы должны мониторить, начиная с момента всходов гороха. Это, значит, у нас клубеньковый долгоносик, который вредит на стадии всходов, и если растения в этот момент будут повреждены, листовая, значит, вся пластинка, можно получить до минус 50-60% урожая на стадии всходов. Распространена широко, у нас широко, гороховая зерновка, бабочка, гусеница вредит, значит, именно период цветения, бобовая огневка и тля. Гороховый трипс. Хочу отметить, что все эти, значит, насекомые вредят, где жук, где гусеница, где вот там аличинка, на гороховом трипсе. Обычно наносят максимальный ущерб, это фаза бутонизации, фаза цветения. То есть априори, именно в эти фазы развития растений приходится делать одну минимум, а то и две инсигицидных обработки. Обычно это совмещается именно с обработкой фунгицидом по болезням. Хотел бы отметить, что вот такое бывает пренебрежительное отношение или же только вот краевое к каким-нибудь дешевым перитроидам. Потом у нас выходит боком и мы видим уже, раскрывая боб, там вместо пяти, шести зернышек находится два, три. И там гусеница, повреждения. Очень снижается сильно урожай из-за этого. То есть высевая высокоурожайный сорт, отводя ему в нашей архитектуреологической структуре полное все содержание средизащиты растений, нужно обязательно внимательно смотреть и мониторить и болезни, и вредителей. Упущение какого-то из этих моментов грозит нам потери урожая двадцать, тридцать, а то и семьдесят процентов. Ну, поэтому, как бы так, вкратце, хочу сказать, что дело, сорт это дело селекционеров, а наше дело агротехнологов соблюдать полностью все параметры, следить за развитием растений на поле и не упускать эти моменты, помнить о них, наблюдать. И, если думать, там, 50 метров мы краевые обработки сделали, то мы полностью посел этим защитили и спасли, то это неправда, это не так. Надо проходить дальше. Смотрите, то, что сегодня у нас заражение произошло как бы в ближайшие сто метров, через два дня будет дальше, и тут на этом деле мы не сэкономим. Хотел бы подтвердить высокую урожайность гороха. В нашем хозяйстве мы получали пятьдесят и пятьдесят шесть, пятьдесят шесть центров, значит, гороха. Поэтому, согласно прогнозу этого года, год будет влажный, запас почвы, влагоемкость у нас на сегодня по данным, значит, Назаренко Ольги Григорьевны, по-моему, 140 процентов по Зерганскому району, да и по области везде с большим плюсом, где 120, где 150 процентов, значит, от нормы. Поэтому, я думаю, что год должен быть урожайным, соблюдать нужно все, значит, архотехнологические моменты, аспекты, закупаться, значит, в нужном объеме всеми препаратами, мониторить болезни и вредителей. Хотел бы отметить вот еще именно потле, у которой бывает несколько, там, там, пять или шесть регенераций, которая может в разный период времени наносить ущерб. То есть бывает такое, что и к концу цветения, вроде там уже никаких насекомых нет, а появляется снова тля, которая вредит уже листья и, значит, облепленные бобы. То есть эти все моменты надо смотреть. Грох, культура, очень хороша в себе в обороте как предшественник. Она дает высокий, стабильный экономический доход. Получать можно на ней очень высокий урожай. Поэтому просто-напросто нужно, чтобы те сорта современной интенсивной селекции, которые есть в ваших хозяйствах, они целиком полностью обеспечились, значит, всем сопровождением. И тогда будет счастье. Спасибо. Да? Справа. Подождите, подождите, не начинайте бизнес-рапору, пожалуйста. Подождите, вы спросите, чем вы обрабатываете семена, перед посевом? Спасибо. Ну, значит, смотрите, по гороху очень много препаратов. Это и Максимы, и ТМТД, и Венцит. В принципе, при протравлении можно добавлять и микроэлементы, которые более эффективны, даже чем при работе по вегетации. То есть препаратов очень много. Назовательно, какие-то торговые марки, смысла нет, но флодиксанил, те же самые, там, карбинозим очень хорошо работает. По гороху очень много препаратов, никакой там большой тайны нет, единственное, до почвы гербициды входит очень дорого, все остальное доступно. Пожалуйста, добрый день. Подскажите, пожалуйста, вот когда тля, вопрос по тлей, уже когда там зоны стычки, вот чем бы вы рекомендовали работать, какими препаратами, потому что все-таки есть и здесь, и все декларации, чтобы не было остаточных последствий препаратов. Мы работали, допустим, если там эйфория, теаметоксам, вот миксовые эти препараты, берут только в максимальной дозе уже, ушли мы от этого препарата, значит, стали покупать с плотинидином, имидоклопридом, там, значит, ДВ, я считаю, что помощней, и как бы перезащитного действия больше. Но пока никаких вопросов не было, там, с декларациями, там, зерно соответствовало своему качеству, нареканий никаких не поступало. По работе с фунгицидами, значит, фазу цветения, бутонизация, начала бутонизации это обязательный прием, потому что именно в этот момент прогрессируют все болезни на горохе. Ну, это простые пшеничные, там, фунгициды берите, работайте в максимальной дозе, желательно, конечно, с прилипателем, потому что тут, как бы, восковой налет все эти растекатели, проникатели, он только приветствует. Очень хорошо показывают себя препараты с астробилуринами, миксовые, ну, там, всякие амистары, можно брать, там, аналоги, абакусы, именно начало бутонизации, начало, да, начало цветения, они продляют период вегетации, идет более, лучшее, как бы, раскрытие цветка, опыление, ну, вообще, как бы, растения, там, озеленяющий эффект, ярко проявляется, и в сравнении с другими фунгицидами, именно в эту фазу горох около 2-3 центнеров прибавки урожая дает. Потом уже, смотрите, там, по вегетации, быть может, приходится по сручку работать еще простым пропеканазолом, просто, чтобы удержать ржавчину, чтобы не было никаких там прогрессирований и болезней, но это, опять-таки, в зависимости от года, будут дожди или не будут, или какая там у нас обстановка, значит, по погоде, надо смотреть, ну, и как бы, все в руках агронома. Инструментов очень много, надо им уметь пользоваться и знать. Ну, а на инсекцидах наше время экономить уже нельзя, потому что та же самая тля, если раньше брала там 100 грамм фастака, какого-то альфа-циперметрина, то теперь, не знаю, что можно на нее применить, вроде бы, такая мелкая насекомая, но, да, вредоносность большая, поэтому экономить на этом деле нельзя. Ну, как бы, так. Друзья, у кого есть еще вопросы? Мы должны отсюда уехать, чтобы не осталось никаких вопросов, ни по порогу, ни по ноту, ни по чеченице. Виктор Викторович, по прибыли вектара горох у вас в каком месте? Вот, по итогам, может быть, нынешнего сезона потом. Ну, горох уступает пшенице, но превосходит подсолнечник, скажу так, в среднем. И в этом году, как бы, я знаю, что в многих там хозяйствах проблемы с семенами подсолнечника. Поэтому мы, наши хозяйства тоже, клин подсолнечника немножко сократили, а гороха добавили. Поэтому так. Еще один настрой, А вот скажите, пожалуйста, карбонид используется на горохе, нет? Гороху нужен азот, старт, он маленький, то есть до 20 сантиметров, вот там яма. Потом гороху азот не нужен, он сам азотфиксатор разгоняет, да, и как бы почва прогрелась, нитробактор работает, корневая система гороха увеличилась, он сам себя обеспечивает. А вот этот момент, когда, значит, он только появился, значит, в зерновке закончились питательные вещества, а корневая система еще мощно не развелась, и еще холодно. Вот в этот момент в эту яму азот желателен. Это научные данные. как бы, ну, тут спорить нечего, тут, если все эти по парам там, или какой-то у вас там большой запас азота, в чем я очень сильно сомневаюсь, особенно сейчас с этими дождями, азот, если где-то был у вас, то он, наверное, там уже где-то на метре, на полтора, да, он, наверное, туда ушел. Поэтому стартовый азот гороху нужно давать, ему нужно немножко вот именно вот в этот момент дать. Потом он дальше отправляется сам. Есть данные научные, что горох можно получать и 60 центров вообще без урожая, но опять-таки это высокий агрофонд, это хороший год, хороший предшественник, можно получить и абсолютно без удобрений. Есть еще вопрос, да? Друзья, просьба представляться и называть район с тем, чтобы точнее был ответ спикера, тогда будет поли-поинфицированно. Михаил Породович, подскажите, пожалуйста, а были наблюдения по инокуляции в сезонах? Научные данные говорят о том, что да, есть привалка урожая. Мы три года делали, ничего не увидели, закончили. Говорю, как есть. Да, и накрывали там полагами, и ночью там сели, чтобы, не дай бог, солнышко не было, не попало там, что-то там не разложилось. Оказалось, все не так, как пишут. И покупали, и покупали в Питерском институте, значит, в микробиологии все эти штаммы, и в торгующих организациях брали. Ну, короче, была большая, нелегкая работа, от которой мы на сегодня отказались. Еще вопрос, пожалуйста. Виталий Анатольевич, здравствуйте. 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 Подскажите, пожалуйста, если у вас владеет такой информацией, приблизительная себестоимость гороха со отношением углитонов, да? Если можно, спасибо. Да я не считал, честно говоря, этого, ну, тут как бы, самые большие затраты на горох это семена. Все остальное, она сопоставима с пшеницей, только в меньшем размере, в два раза, в три раза. Тут только так, семенной материал дорогой. Если семена сейчас стоят порядка, не знаю, там 40-45 рублей за килограмм, ну, и около там 260-300 килограмм нужно, ну, вот, вот считайте. 12 тысяч только на семена. Ну, это, вы покупаете самый лучший, значит, сорт современной мировой селекции. На сегодня стабильно высокий урожай у нас дают Балдор, Саламанка, как бы, другие сорта тоже очень хорошо немножко уступают. Астената появился новый сорт, это Астронавт с Крещеной с Саламанкой, очень хороший высокий результат дает. Астронавт на сегодняшний день самый высокий урожай, у него большая проблема, технологически он колется, он сильно колется при уборке, при сортировке, он очень много выдает половинки, поэтому, как бы, мы производственники его не совсем любим, хотя он очень урожайный. И вот, ожидаем в этом году поставки, слава Богу, что никакие связи экономические пока не разорвались, все работает, потому что нашим селекционерам нужно время нагнать упущенное, дай Бог, чтобы они смогли это дело приблизиться и вернуться в мировые ряды по горохам. Ожидаем поставки нового сорта оркестра, это новый сорт Германского семейного альянса, это вроде как что-то заявленное, нечто новое по урожайности. Говорят, опять-таки, это все пока так, из общения с оригинаторами, новый прорывной сорт, который нас очень сильно приятно удивит. Мы пока, слава Богу, только пока впереди планеты все это в плане зимой пшеницы, в плане зерновых, а вот по горохам, по свекле, по овощным культурам, к сожалению, наука сдала сильно назад от стали. Поэтому как есть. Пожалуйста, еще Виктор Викторович, Булан Александров, Санцовский район. Скажите, пожалуйста, какие эти инсиститры против урокуса и в каких периодах? Во время цветения применяете или нет? Потому что сейчас все инсиститры хорошо работают. Теперь вы применяете. Буду назвать торговое название. Давайте я вам скажу действующие вещества и смотрите. Во-первых, по Брухусу нужно работать начало его лета. Лед Брухуса это середина конец бутонизации, начало цветения, он появляется. Нужно работать в эту фазу обязательно. Ну и потом это не через 10-12 что? Горох самоопылитель. Само опылитель. Если дурная пчела туда залетела, ну вы меня извините. Поэтому так как горох самоопылитель, у нас нет ограничений по пчеловодству, опрыскиванию гороха. если вы не обработаете к концу цветения горох второй раз, быть может так, что молотить будет нечего. Плюсом ко всему, если вы переживаете за пчел, если ваши пчелы любят именно горох, вы кушаете гороховый мед, торгуете гороховым медом, то давайте публикацию в газете, оповещайте всех ваших пчеловодов, ставьте таблички на краях полей, о том, что у вас медоносный горох обработан такими-то препаратами, ну и все, вы себя защитите таким образом. Смотрите, действия вещества клатинидин, имидоклоприд, фипронил, вообще чудовищное действие вещество, берет все, но на горохе, по-моему, регистрации у него нет, ацетомеприд, и плюсом там добавлены везде перитроиды, это или лямбацигалатрин, или эзетациперметрин, или альфациперметрин, обычно идет вторым составляющим как бы к некотиноидам, вот ко всем этим. То есть, вот смотрите, цена-качество, сравнивайте, берите средние дозы и выше, как бы, если будете применять химические какие-то растекатели, там, прилипатели, он, этот препарат будет действовать лучше, поверьте мне. Лучше будет проникаемость, где-то пазуха листа, где-то цветочек, растекаемость, и нормы вылива, значит, рабочего раствора, вот эти вот там ультрамалые, 10, 15, 30 литров, не применяйте, берите от 150 и выше. вода, pH близко к нейтральному, смотрите, если у вас вода соленая, карбанатов много, сульфат аммония есть, можно там стабилизировать иначе, сульфат аммония, там, 5-6 кг на гектар добавите, мало того, что там подкормите, и сера очень нужна гороху, сера входит в состав белка, поэтому сульфат аммония можно давать весной, ну и плюсом ко всему вы pH воды выровняете, вода смягчится, и будет лучше работать препарат. С подачи Виктора Викторовича линейка литов у нас расширилась, липовый, гречишный, теперь коротковый давается. Здравствуйте, Алексей, Ставрополь, какие у вас линейные осадки в сражении 56 центра? Ну, 56 центра у нас тут год было, это было 2 года, 3 года назад, было порядка 550 миллиметров. В этом году по подсолнечникам у нас было урожжение 43-44 центра, получилось так, что семенные участки мы сели по подсолнечнику и к уборке была проблема по подсолнечникам это падали, подсолнечникам приходилось работать еще раз, то есть вот этот момент как бы так-то по предшественнику подсолнечника горох растет хорошо, даже по евролайтинговому получаем хорошее урожай, но вот проблема с падали она существует. А вообще наш ДНГ скорее это 500-550 миллиметров среднего водоевых осадков, это как бы норма у нас, но в этом году вот в метровом запасе уже 140% от нормы. У нас наконец наполнились речки, появилась вода, то раньше буквально пару лет назад люди сено косили в поймах, но теперь появилась вода. был надеяться, что природа как бы она циклична, компенсирует нам ту воду, которую те годы не додавала. А зеленым горохом не работают? Не понял? С зеленым горохом не работают? Нет, с зеленым горохом не работают, мы не настолько продвинутые еще, это был следующий спикер выступать, рассказывать. Мы намного проще, мы ближе к земле, поэтому как бы так. В принципе, все рассказал, зеленый горох практически не отличается ничем по технологии. Ну, не знаю, это связано с тем, у нас урожай 35-45, в зависимости от года. Собираемся мы его сеять четвертый сезон. Ну, немножко от себя скажу, мы немножко по-другому работаем, почву не готовим от слова совсем. Вот, сеем, когда можно зайти в поле, температуру мы не меряем. Вот, столкнулись с бедой, одно и это, не закрывается рядок, земля такая еще вот, интересная, нашел, у меня валялся 20 лет каток, самодельный с прутиков, прицепили на цепок, поехали, все, стерню валяет, рядок закрывает, отлично получилось. По удобрению мы аммофот селитра мешаем, 80 килограмм сеял. Ну, защита тоже, вот, Виктор Викторович сказал, в принципе, то же самое все, вот, ну, что еще, за сорняки, главное, вот, в фазу попасть, сорняка, а не гороха, чем раньше, тем лучше, тоже у нас и мазомок, бентозон, смесь, как бы обошлись без бисекации, вот, семена не травили, во всяком случае, до этого года, в этом году будем думать, что делать, будем, не будем, посмотрим, по площади, уборка, в три дня, что-то мы укладывались, я добавил до трех дней, два дня раньше мы справлялись, чуть-чуть добавили, добавили горох, за счет подсолнечника, все, вот, сомок убрали, горох добавили, а селекция, чья, чей горох? горох, брал я на маяке, семена, изначально, маяки, да, а сомок как называется? мадрас, чей дом, кто выбил? это, вон, Григорьевич вопрос, а реализация, вот, скажите, о ценах, отличаются цены от обычного гороха? ну, да, в принципе, немножко есть, немножко это как? ну, немножко это как, едете к директору и там разговариваете, так, вы поставляете это как семена для маяка, или, или, как товарный? товарный, товарный, товарный. Почему вы решили на сезоностерные коровы выращивать? значит так, земли у меня мало, искал я долго, где заработать денег, площади небольшие, чтобы сеять меньше, получать больше, это, наверное, лет пять, да, Дмитрия, мы с вами познакомились, еще один год мы думали, потом начали работать. денег больше? да, немножко, немножко больше, да, ну, вот я считал, если урожай 30 центнеров, я выхожу на рентабельность пшеницы, по доходам, как бы так. во время урожайки не пользуются за горог? как это выявили? ну, знаете, как, если, ну, прозевал, да, будет колоться, просто вовремя смотреть надо, пшеницу откосили, косили, потом, ой, сыну спасибо, он говорит, а у меня тесть косит горогу, мама дорогая, я говорю, поехали, приезжаем, бросаем, поехали горог убирать. Получается, что у вас в горах самая рентабельная культура, вот, Виктор Викторович, у него на втором месте после пшеницы, а у вас, если 30, и вы сравниваете с пшеницей, а вы получаете 35? Ну, если я пшеницы 50, получаю 30, и гороха, я одинаково, получаю. Вот. По этой, по этой цене, сегодня у вас самая рентабельная культура. Ну, на уровне пшеницы, да, Ясно. Есть вопросы? Да. Да. На уровне пшеницы, ясно. Субтитры подогнал «Симон»